Андрей Иванович, я понимаю, что любой эксперимент, пройден в космосе, уникален, но какой для Вас, который Вы проводили эксперимент, был самый интересный? Для меня самый интересный эксперимент, это сам космический полет, который длится полгода, такой здоровый полгодовой эксперимент, который включает в себя постоянно обыденную работу на борту станции. Потому что мне кажется, что человечество, когда мы говорим о том, что мы освоили образование пространства, мы слегка преувеличиваем наши достижения. Человечество, по-прежнему, учиться жить и условия, учиться жить и работать. Мы вспоминали стопище, что мы уголовали МКС, чтену-минусу, космонавтов, которые мы уголовали МКС. Всего за 50 лет космической эры в космосе побывало чуть больше 160 человек. Из них опыт длительных космических полетов имеет что-то порядка 160, так считается. То есть 160 человек, если говорить с точки зрения корректности вот тех результатов на статистических экспериментах, которые получили, то, в общем, как вы знаете, это довольно не о чем. Нужно по крайней мере тысячи каких-то результатов получить, чтобы говорить о том, что мы имеем достоверный выбор на результаты. Поэтому нам очень летать и летать, работать и работать. И я думаю, что все-таки основной и главный эксперимент, который проводится на орбите, это космический полет. Вот в этой моей любимой книге «Умина Радуга», которая, в основном, на орбиту, ставится очень интересная, точная человеческая задача, то есть вопросы. Это вопросы не только о своей нечеловечном космосе, но и то, как космос влияет на людей, которые его осваивают. Вот эта обратная связь, которая может осмысливать нашими учетами, нашими философами, она далеко еще не понятна и неоднозначна. Поэтому здесь есть точка вопроса и есть, о чем это будет. Андрей Иванович, вы летаете международным экипажем.